Хишванское утро из Иерусалима, из Иерушалайма, Хишванское утро из Иерушалайма. В иврите очень много буквы Ша, Ша, Иерушалайм, Моше, Хишван, очень много буквы Ша. А греки древние не выговаривали Ше букву, и они называли все с буквой С, Ше меняли на С. Поэтому у них не Иерушалайм, а Иерусалим, не Моше, а Моисей, не Хишван, а Хисван, они говорили так. Какой сейчас месяц у евреев? Хисван, вот так они говорили, древняя Гретья. Вот, теперь, ну мы их тоже назвали не Гретьи, а Яваним, Яваним. На иврите Гретьи Яваним. И это интересно, что многие народы, которых мы знаем их название, они себя называют по-другому. То есть, если вы посмотрите в Витипедии название народов, всегда есть самоназвание. И они себя называют не так, как их называют снаружи. Это очень интересная такая идея, потому что каждый человек точно так же. То, как он себя называет, кем он себя считает, и как его называют снаружи, это две большие разницы. Как говорили у нас в Одессе, две большие разницы. Как человек себя называет и кем он себя считает. Да. Хорошо. Теперь, значит, сегодняшнее изучение Торы. Мы идем по книге Хитас. Книгу Хитас можно скачать в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ваикра. И сегодня день седьмого Хишвана. И сегодня начинается Хитас с очень интересного замечания. Авраама Вину. Мы сейчас изучаем историю Авраама, про отца Авраама. Авраама Вину, он вначале в мыслях, он поднялся ко Всевышнему. Что значит, он и кир познал, узнал, познакомился с Богом. Он мыслями, мыслями, он думал и думал. Он думал, кто же управляет этим миром. Ну как может быть такой многообразный мир, в котором столько сложных процессов. Неужели у него нет творца? Ну вот не может быть, чтобы была книга, которая написала себя сама. Или написалась случайно. Ну как может быть, чтобы книга со связным текстом, такая, где особенно есть несколько сюжетных линий, она сама себя написала или случайно капали чернила, и она написалась. Так он думал, Авраам, как может быть, что мир, который очень системный, такой прямо весь, все взаимосвязано, переплетено, так все красиво сделано. Он думал, неужели нет творца, который это сотворил? Конечно, есть. Думал Авраама Вину, и вначале он додумался о существовании Бога. То есть он мыслями, он к нему присоединился. Потом Авраам Авину начал говорить о Боге. То есть он начал с Богом разговор, диалог. Он говорил Богу, откройся мне. Он хотел, чтобы Бог ему открылся. И Бог ему открылся. Бог ему сказал, лех леха, иди к себе, иди к себе, сказал ему Бог. Бог начал с ним разговаривать. То есть потом перешло в разговор их общения. Вначале он додумался. Он думал, 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 оп, додумался и познакомился с Богом. Потом он начал разговаривать с Богом молитва и начал разговаривать с людьми о Боге. Он начал проповедовать о вере в единого Бога, Творца неба и земли. На то время, мы сегодня узнаем как раз об этом, на то время уже были на земле, естественно, были, еще жил сын Ноаха, который знал Бога, который пережил потоп. И были люди, которые знали о Боге и имели с ним контакт. Но чем отличался Авраам, праотец Авраам, от этих людей? Что он, во-первых, сам додумался до Бога. То есть это его была внутренняя сила, которая его привела к Богу. То есть это намного сильнее, чем когда тебе кто-то рассказал. То есть он был из них самый сильный. Его желание опознать Всевышнего было больше, чем у всех. Потому что он, представляете, он прямо искал путь ко Всевышнему. Поэтому все те, которые принимают иудаизм, которые становятся, это называется Дер-Цедек. Дер это, ну, тот, кто принял иудаизм, называется Дер-Цедек, да. Они все, когда их вызывают к Тории, их называют имя сына Авраама. Или имя дочка Авраама. То есть они все присоединяются к Аврааму. Те, кто находят путь к Богу, они становятся детьми Авраама. Они присоединяются к нему, который первый нашел путь к Богу. Все Деры, которые принимают иудаизм. Теперь Авраам, он нашел путь к Богу, в этом было его величие. Потом он начал говорить с Богом и говорить с людьми о Боге. И потом он, когда уже Бог признал его, как того, кто к нему очень близок, Бог ему сказал, а теперь, говорит, сделай обрезание, союз обрезания. То есть он сделал заповедь, обрезание это знак на теле, знак союза обрезания. И видите порядок, мысль, разговор, действие. Так было у Авраама. Теперь с тех пор, когда рождается еврейский ребенок, то мальчик еврейский, первое, что ему делает первая заповедь, это обрезание, союз обрезания, знак союза на теле. Дальше ребенок, он начинает с детства, он еще не понимает, что он говорит, но первые слова, которые произносит ребенок его, когда родители, вот он еще лежит в кроватке такой, годик ему там и так далее. И родители ему каждое утро говорят, тора цива лану мошэ, тору дал нам мошэ, мураша кейлат яаков. Она наследие кейлат яаков, сообщество, общины яакова. И он начинает говорить, он еще не понимает про Бога, но он уже говорит амэнь на благословение. Он говорит баруха та шамалокену мелахалам шакольния бедвору. То есть его приучают разговаривать, и потом только ребенок, когда он начинает учить тору, ему уже 13 лет, к нему приходит уже понимание о Боге. То есть обратный порядок. Видите, у Авраама была вначале мысль, потом слова, а потом действие. А сейчас ребенок идет обратно, тот, кто уже родился в торе, идет обратно. Вначале его приучают через действия, он выполняет заповеди, еще не понимая, что он делает. Дальше он говорит слова торы и говорит молитвы благословения. И только потом он уже понимает, что он говорит, если ему повезет. И начинает делать это осознанно, мысль прикрепляется ко Всевышнему. Такой порядок сейчас. Понятно, очень это интересное замечание. Но в принципе, связь со Всевышним идет всегда на трех уровнях. Мысль, то есть знание, сознание, понимание, размышление о Всевышнем. Второе, слова, благословение, молитва, изучение торы вслух, это слова. И третье, действие, выполнение заповедей телом, связанных с телом, физическое выполнение заповедей. Три уровня общения с Богом. Так, хорошо. Интересно, вот тут тоже приведено, я только сейчас обратил на это внимание. Рэбе говорил еще в 60-х годах, Рэбе много раз повторял, 60-е годы, то есть 1950 какой-то год, это называется 60-е. Рэбе, это после 60-го, 60-е. Написано так. Рэбе говорил, придет время, и Россия не только позволит евреям уезжать, но и будет способствовать их возвращению на святую землю. Это явится знаком того, что избавление рядом. То есть, это говорил Рэбе в 60-е годы, когда Советский Союз вообще даже не думал отпускать евреев. И это действительно очень интересная такая, тоже еще один знак, что мы живем во время прихода Машеха. СССР, доброе утро, Раиса Васильевна. СССР, это три буквы С, это самых буква С, С, Р, да? Три буквы СССР, да? Дематрия, числовое значение слова С, 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 Р, такое же, как числовое значение слова Мицраем, Едипет. Едипет, и в котором евреи были в рабстве, он, в конце концов, евреи вышли из этого рабства. И СССР, которое числовое значение точно такое же, как Едипет. Евреи из СССР вышли после 70 лет существования Советского Союза, который был тюрьмой для всех его жителей. Евреи вышли из этой тюрьмы и, значит, уехали в Израиль. Миллион евреев из бывшего Советского Союза поднялись в землю Израиля. И Ребе, он это предсказывал еще, когда Советский Союз был в самой силе, он говорит, вот скоро наступит избавление. Евреи уедут из Советского Союза в Израиль, и это как раз знак того, что вот Машех уже рядом, и скоро придет Машех. Теперь вернемся к недельной главе, недельная глава, которая называется Лех-Леха. И сегодня нам рассказывается очень важный, важный такой кусочек из этой недельной главы, мы изучаем. Сегодня четвертый день недели, Йом-Рави, среда. Значит, рассказывается нам следующий отрывок. Значит, Тора нам рассказывает историю про отца Авраама, про отец еврейского народа, рассказывается про него такая информация. И было во времена Ам-Рафеля, царя земли Шинар. Шинар это там, где Междуречие, там, где Вавилонскую башню строили, там, где Иран, Ирак, вот та территория. И было во времена, когда этой территорией Шинаром правил вот этот царь по имени Ам-Рафель. И дальше идет перечисление очень сложной имена царей, которые правили в тех местах. Там сейчас тоже очень, мы знаем, сложная ситуация. Это Афганистан, в котором очень много разных племен. Значит, какие-то там Ирак, Курдистан. В общем, там в то время было еще больше разных маленьких таких царств, в которых правили вот эти цари. Они ходили в таких шкурах, они были такие очень, как шаманы, да, как шаманы. И они были, ну, совершенно дети, дети, совершенно идолопоклонники и дети воины, да, потому что вся их жизнь заключалась в том, чтобы воевать. И тут рассказывается история, что они, вот эти цари, идут перечисления всех названий, их это как племена такие, как вот пуштуны эти племена сейчас есть, талибы и так далее. Вот это в той местности. Они между собой все время воевали и обкладывали друг друга Данию. И вот, значит, 12 лет, написано, платила там земля. Они служили царю, у них был самый страшный царь по имени Кедарлаомер. Кедарлаомер звали этого царя. И они против него восстали. То есть он всех обложил Данию, и они, значит, против него восстали. И он пошел на них войной. Собрались они, опять идут перечисления этих царей, они собирались союзами, пошли, значит, пошли. И как вот татаро-монголы в свое время, только татаро-монголы относительно вот тех вот детих идолопоклонников были просто, можно сказать, профессора. Хотя они, эти татаро-монголы, они, ну, страшные люди были. Они, когда захватывали какой-то город, они с мужчин снимали кожу живьем и бросали, значит, людей под такие деревянные помосты, сами на них садились и кушали. А у людей были переломаны руки и ноги, они на них кушали, а люди там внизу орали. Это были татаро-монголы, прям вот такие они были люди. А эти были еще страшнее. И вот они, значит, была война. Почему нам Тора это рассказывает? И что мы отсюда можем понять для себя? Что природа человека, вот если мы возьмем природу человека, которая вот сейчас, там, недавно совсем, 70 лет назад была Вторая мировая война, в которой погибла, было убито 80 миллионов человек. 80 миллионов, можете цифру представить? 80 миллионов человек было убито. Мы сейчас говорим, за время пандемии умерло 4 миллиона человек, умерло за там 2 или 3 года от коронавируса. Большинство из них в возрасте старше 60 лет, они умерли в больницах в основном от недостатка тислорода. А то было убито за там примерно 7-8 лет войны, 80 миллионов человек было убито, по 10 миллионов в год убивали оружием, страшно убивали женщин, детей, закапывали. Это люди, это было вот сейчас совсем. И нам Тора говорит, что это природа человека, внутри каждого человека сидит вот этот вот зверь. И раньше просто этот зверь, у него не было никакой сверху морали, и не было никаких правил поведения, и не было у них страха никакого. Страх был только перед силой. И вот они воевали, они воевали между собой. И какое имеет это отношение к нам? Оно имеет к Торе, к еврейскому народу, к Аврааму очень простое отношение. В конце концов, они захватили город, победившие цари, захватили город Сдом и Амору. Это как раз те города, в которых жил кто? Лот, племянник Авраама. Лот, племянник Авраама, который в принципе был праведный, так как он вырос в Доме Авраама. Но в момент, когда они разбогатели, его внимание отодвинулось с духовности на материальность. И он выбрал себе очень красивое, богатое место жительства, которое называлось Сдом и Амора. Думая, что он там сможет сохранить свой высокий духовный уровень и доброту, и веру в единого Бога. Он думал, что он сможет там это сохранить, и поселился там. Но так как место, то есть, вот есть место, город и люди, которые в нем живут, если они злодеи, то на них обязательно приходит расплата. Есть такой закон в Талмуде, что горе злодею и горе соседу его. Потому что, когда придет на злодея расплата, обязательно пострадает его сосед. Даже если сосед не виноват, но то, что он живет рядом со злодеем и никак на злодея не повлиял в лучшую сторону, в конце концов, он за это тоже получает наказание. И вот Лот, который сам по себе был неплохой человек, хороший даже человек, племянник Авраама, из-за того, что он жил в городе Сдом, когда злодеи между собой воевали, в конце концов, Всевышний сделал так, что вот эти цари захватили город Сдом и угнали всех его жителей в рабство, захватив добычу. И кто был среди этих угнанных? Лот, племянник Авраама. И пришел, написано, беженец, беглец, прибежал к Аврааму и говорит, вот говорит, племянничка твоего украли, забрали в рабство. Тора здесь называет впервые, Авраама называет, написано так, и пришел беженец и сказал Аврааму о евре. И слово о евре, вот это еврей, значит, Раша нам объясняет, что такое евре, пришедший с другого берега, эвер, реки. То есть, первое понимание евре, вот название евреи, почему называется евреи, евреи. Евреи, это на еврите слово это, эвер, это перешедший, пришедший с другого берега. Авраам, он пришел с другого берега и еврей, он, причем, что интересно, смотрите, Авраам, его папа был и дал поклонник, он пошел против папы. Царь в этой стране, где рос Авраам, был Немрод, он пошел против царя. Он пошел против всех, которые в то время против идеологии, против общества. Он пошел против своей семьи, потому что у него была вот эта сила, да, идти против всех. И он передал эту силу еврейскому народу не признавать правила, не признавать силы, не признавать давление. И вот эта сила, она и позволяет еврейскому народу во многом, там, почему евреи делают много открытий. Потому что в Нобелевских лауреатах 25% в Нобелевских лауреатах евреи. При том, что 0,2% всего лишь еврея в мире. 0,2 или 0,02 даже там, ну, вообще очень мало. А Нобелевских лауреатах 25%. Потому что они, как ученые, они не признают правила, которые были до них. Они все время эти правила ломают, они хотят понять, а как, а тут, тут не так. Новые теории какие-то, новые идеи высказывают, да. Это вот они взяли от Авраама. И вот Авраам, этот еврей, он жил тогда в месте, которое называлось Элоной Мамре. Элоной Мамре, он жил в земле Израиля. И, значит, ему сказали, что его племянника забрали в рабство. Что делает Авраам? Ваишма Авраам, тинишба Ахив. И услышал Авраам, что захвачен в плен его брат. Ахив это его брат, ну, то есть, это его родственник, да. Родственник называется брат. Значит, что сделал Авраам? Он собрал, написано, воспитанников своего дома. То есть, у него была, у Авраама была община. Люди, которым он проповедовал про Бога, они с ним собирались. У него были целые, ну, то есть, сколько, сейчас мы узнаем, сколько он воинов смог собрать. Он взял из своих воинов, которые родились у него в доме, Шмона Асар 18, вышло Шмот. 318 человек он взял. И начал он преследовать вот этих, которые победили в войне. Тут есть в этом, в этом есть очень интересная одна такая глубина. Если мы возьмем слово 318 и возьмем имя у Авраама, самый близкий его помощник, был его раб Элиэзер. Элиэзер слово переводится Эли, это Бог мой, Эзер поможет. Бог мой помогает. Элиэзер. Бог мой помогает. И мы возьмем слово Элиэзер и посчитаем числовое значение всех букв. Получается 318. Поэтому есть предание, что он взял одного Элиэзера, а есть предание, что он взял 318 человек, но по факту ему было важно показать, что только Всевышний помогает, что ему Бог помог. В общем, он с этими 318 человек догнал, значит, догнал их, но при этом он действовал по законам природы. Он умел воевать. И написано, Вайхалек Алейм, он разделил свой отряд. И он напал на них, на этих царей, на армию царей, которые победили, напал ночью. Он и его рабы. И он их, значит, победил всех и погнал их до Дамаска, до Сирии он их погнал. Оказывается, город Дамаск уже упоминается в Торе, то есть этому городу больше 4000 лет в Сирии. То есть уже люди жили. Значит, победил он их, погнал и вернул он всех жителей с дома и своего племянника Лота. Он их вернул, их имущество. И вышел к нему царь с дома. Царь вот этого с дома вышел к нему, который убежал куда-то. И он ему говорит, значит, говорит он ему так, царь с дома. А, дальше не написано, что он ему говорит. Написано следующее, тоже очень важный отрывок. У Малки Цедек, Малки Цедек это был, Малки Цедек это был царь Мелых Шалем. Написано царь города по названию Шалем. Шалем это цельный. Значит, Малки Цедек, царь справедливый, царь города по имени Шалем, вышел и вынес хлеб и вино. И он в то время, вот этот Малки Цедек, был коэн, был священник Ле Элилион, для Бога Всесильного. Элилион это Бог Всесильный, Бог Высший. И он благословил Авраама, Ваевареу, он его благословил и сказал, Барух Авраам, благословен Авраам, Ле Элилион, для Бога Высшего, да, Бог Высший, это Элилион, это Бог Высший, который хозяин небес и земли. То есть он уже служил Богу Всевышнему и был священником. Тот Бог, которому нашел путь Авраам, говорит нам Раши, что на это место, он ему говорит в комментарии, предание гласит, это был Шем сын Ноаха. То есть в Талмуде, в Тарактате Недорием написано, что этот Малки Цедек, царь Иерусалима, был Шемом сыном Ноаха. То есть прошло после Ноаха до Авраама 10 поколений, но Шем продолжал жить, потому что он был связан со Всевышним. И тот, кто связан со Всевышним, он живет совершенно в другой реальности. Значит, он его благословил и написано, у Барух, Эли Ле Леон, Ашер Маген, значит, и благословен Бог Всевышний, это продолжение речи Малки Цедека, благословен Бог Всевышний, который отдал твоих притеснителей, и Авраам дал ему десятую часть от всего, что у него было. То есть уже тогда был Моасер Десятина, который, значит, и дал ему Авраам, дал ему десятую долю от всего, что у него было, потому что он, Малки Цедек, был служителем Всевышнего. То есть Десятину, видите, уже с Авраама, уже есть это понятие Десятина, есть понятие Священия, который служит Всевышнему, есть понятие Иерусалим, Святой Город, Шалем. Ир-Шалем, это то место, в котором, это как пуповина, вот эта храмовая гора, это место, в которое соединяется духовный и материальный мир. Это то, что мы сегодня узнали. И кусочек маленький, буквально одна вещь из книги Тания. Альтер-Эребе продолжает доказывать, каким образом, что Тора, нет отдельно древа познания добра и зла и древа жизни. Они, эти два, два этих дерева, как бы дерево, это метафора, что Тора, это с одной стороны, она человеку дает понимание, что такое добро, что такое зло, и как сделать так, чтобы выбирать добро, делать добро и не делать зло. Это то, что называется дерево познания добра и зла. И это можно узнать только из Торы, которая идет от Бога. И она же древа жизни. То есть, каждая часть Торы, она в себе заключает два вот этих вот аспекта. И познание добра и зла, и познание, как выбирать добро, с древом жизни присоединяет к вечной жизни. То есть, это два аспекта, которые не разделяются. Это то, что Ребе, Альтера Ребе доказывает уже три отрывка, мы изучаем каждый день, что это две неразделимые вещи. Нельзя получить вечную жизнь, делая зло, и нельзя делать добро по божественной системе и не присоединиться к вечной жизни. То есть, это как две части одного целого. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Можно и нужно служить Богу мыслями, то есть, фокусируясь на том, что соединяет с Богом словами и действиями. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, благополучия, здоровья, счастья, богатства, успеха. И чтобы благословил всех нас, как благословил Малки Цедек Авраама. Также мы это благословение, чтобы оно было на всех, кто учит Тору, на платформе Ваикра, чтобы платформа Ваикра рассветала, и все, кто присоединяются к Ваикре, чтобы расцветали тоже. Все, всем удачи, успехов, пока. Субтитры создавал DimaTorzok